Что такое капище? Капище это, прежде всего, акупунктурные точки на планете. Те места, где выходит редкостная, необыкновенная энергия. Откуда? Из ядра планеты. У каждого капища есть вход, который является основными воротами. Так называемые поклонные камни. Входные камни с замком на капище, на место силы. Вот наша группа нашла древнее городище. И, как я уже говорила, на всех капищах есть врата. И вот два поклонных камня. В наше время многие люди ищут духовность. В небесах, на земле, на воде, в энергиях. Ищут места силы и не ведают того, что они везде. Места силы разбросаны по всей нашей территории. Слишком великий и могучий народ был. И оставили следы. Я опираюсь на камень, который историками называются пальчиковые камни. Почему пальчиковые? Потому что в этих камнях сделаны углубления. Углубления, но ученые не понимают, для чего они. И если не поднимать слой документов, который остался издревле. И что мы находим? Мы находим старые изображения, где на камнях стоят факела. Человек, не сведущий, занимающийся только архивными документами, никогда не свяжет то, что знают этнографы или археоэтнографы. А археоэтнографов очень мало. Это люди, которые занимаются этническим слоем культуры. Мифологи. Так вот, я опираюсь на камень, который историками называется пальчиковый, с углублениями. А на самом деле это жертвенный камень. Но какие же жертвы приносили здесь наши предки? В эти углубления оставились факела. Этих углублений на этом камне очень много. Мы находимся на холме, который сам по себе идеально круглый. Это место называется капище солнца или яр камень. Вокруг очень симметрично разбросаны, а правильнее сказать, расставлены гигантские глыбы, которые совершенно однозначно притащили сюда древние. Сделали в них углубления для факелов, поставили метки, насечки, высекли изображения различных сценок, различных событий. Наши предки, конечно же, устанавливали факела другие. Моя палочка тоненькая и факел современный. Наши предки устанавливали эти факела в определенные дни в разные углубления. Эти факела догорали сами собой, тем самым углубляли все больше места. А теперь просто вдумайтесь, если издревле много поколений наших с вами родственников приходили на эти места, может быть, нам стоит сохранить их. Сегодня капище солнца, рядом с которым ученые раскопали девятиуровневое захоронение волхвов в начале прошлого века. Сегодняшнее капище продано в руки частного обывателя, который намеревается на нем построить дом, сам того не ведая, что строит дом в храме. А наши предки здесь просили высшие силы о помощи. Сегодня современники ходят в церкви, сегодня современники обращаются к жрецам, именуемым священнослушителями. А раньше приходили к волхвам, которые расскажут, какой обряд надо совершить и с каким усилием, и в какой день, и какие действия, чтобы получить необходимый результат. Наши предки не верили в слова. Наши предки верили действиям. Наши предки никогда не делали бы действия, которые не приносили бы результата. Вдумайтесь, они просто не стали бы на это тратить время. И если эти места много сотен лет использовались для того, чтобы появлялась необходимая результативность, наверное, эти места чем-то уникальны, надо бы сохранить. На этом камнях на самом деле очень много. Очень важно, зайдя на капище, выходить поклонные камни и превратные камни. Охранники, заговоренные тысячелетиями, берегут эту землю. Надо сохранить. Иначе будем мы иванами, не помнящими родства. Продолжение следует... Продолжение следует...